Не все знают. Да, вот жители здесь собрались в Астрянское поле. Да, в Астрянское поле. Ну давайте, как, начнем. Да. Да, это жители в Астрянское поле пришли. У вас какой вопрос? Мы с вами решили встретиться, где вы скажете место показать подъездки. Да, все верно, мы вас ждем по этому вопросу. То есть у вас вообще какой-то вариант есть расположение? Просто мы не знаем, где можно, например, мы... Нет, вот мы должны высказать, что вы покажете несколько вариантов. Ну давайте, начнем. Земельный комитет с этими документами. А вы не знаете... Они мне покажут, что, какие там коммуникации, возможно, чья земля и так далее. А у вас съемочки нету где-то, то есть кое-чего, где-то, где место можно мыть. Дело в том, что... Можно не все знать. Чья земля? Да, вот, например, вот в этом... Я по этому говорю, то есть вот вы сказали, что у вас есть несколько мест. Да. Я хочу их посмотреть, поставить точки себе на карте и дальше идти в земельный комитет и смотреть, чья земля, о каком он вам все скажет. Самое популярное место, это, наверное, скорее всего, около профилактория. Около профилактория. Вот здесь вот можно рассмотреть, конечно. Мы пошли сначала сюда и поближе. Давайте вот здесь... Мы все вместе поднимем. Так. Они здесь не находятся на кольце. Так. Так. Еще надо? Да, еще раз. Вы не тоже будете, если мы по-то протокольчик считаем. А потом подвинем. Да. Ну, прекрасно. А вы что скажете, все-таки, как все-таки трюсменты. Детскую, спортивную. Вот здесь. И мы всем обратим внимание на движение. Да. Говорят, что у нас тут спокойное движение. Мы сейчас будем оговаривать. Мы сейчас будем оговаривать. У меня есть 200 машин, проезжаем. Вот по-другому, здесь не пройдет. По поводу дороги. Вот мы сейчас администрации здесь тоже присутствуют. Мы неоднократно обращались по поводу тротуара и безопасности передвижения по дорогам. Жители нашего города, жители нашего района в Острянской поле вынуждены выйти на дорогу. И однократно обращались к нашей администрации, игнорируют наши требования, нарушают законодательство, 131-й федеральный закон. Вот. Ну, если администрация предпочитает нарушать права граждан, значит, я думаю, и администрация нам не нужна. Вот, давайте не будем заходить. Вот жители у нас собрались. Мы решаем вопрос по поводу детской и спортивной площадки. Мама, ну что? А зачем вырубать? Почему вырубать? У нас здесь среди деревьев можно делать детскую площадку. Почему они на той стороне? Не знаю. Ну, просто там частный сектор. С этой стороны пройдем так. Мы можем пройтись по дороге, чтобы мы чувствовали по сторонам. Все прелести. А можно вот такой вопрос задать? А если есть участок, но он принадлежал бабушке с дедушкой, которой уже умерли, наследников нет. Вот этот участок, что с ним вот происходит дальше? Я землей не занимаюсь, у меня не функциональная обязанность. А, понятно. Ну, извините. Я просто к тому, что у нас есть участок, который бесходный. Вы видите, что транспортов сколько здесь проходит? Нет, просто вы запомните. Просто обратите внимание. Нам сказали, что здесь 200 машин. Нет, вы ехали, а мы идем. Пойдемте в другое место. Пойдемте по этой дороге. Да, да, да. Пойдемте, пройдемте по этой безопасному тротуару, по этой дороге. Участка, два участка, которые мы не можем найти вообще. Это жители учителя Вастрянская решаем вопрос о благоустройстве детской спортивной площадки. Дело в том, что администрация, в принципе, мы неоднократно обращались по поводу этого. Вы знаете, как обычно, у них мест нет. Значит, для пятерочек, для магнитов у них есть места, а для наших детей у них нет места. Понимаете, в какой стране мы живем? Ну, посмотрим, что нам предложим. Если вот откажут, в принципе, это очень предсказуемо. Ну, посмотрим, не будем загадывать, что нам скажут. Вот жители идут по... Жители, обратите внимание. Жители идут у нас по краей же части. Спасибо всем присутствующим. Вообще, вы молодцы. Я очень благодарна вам, что вы пришли, поддержали. Спасибо большое. Да, я надеюсь, что мы будем еще много-много вопросов решать вместе. Я говорю, а зима когда? Да, по сугробам. Да, и по сугробам, и брызгутся тут, и все. Ты будешься грязнити. Это невозможно. Ну, вот и администрация предпочитает игнорировать законодательство, нарушать наши права на безопасное проживание, перемещение по дорогам. Тротуаров у нас нету, хотя... Да, вот здесь вот... Вот здесь. Вот там тоже позволяет делать. Это я поставила. Да. А почему поставили? А потому что транспорт тяжелый сюда заезжает. А потому что здесь... А здесь ваши коммуникации лежат. Ну, вот это вот че? Наши? Это мое? Ну, не мое же. А, кстати, вот здесь вот нам сказали, что асфальт, оказывается, лежит. А, вот министр транспорта. Мы фотографиями отчитали, что это асфальт. Да, нам сказали, что здесь... Ну, вот... А я вам говорю, как министр сказал. Я не знаю, кто ему такое сведение предоставил. Ну, мы сказали, что это улица в асфальте, а следующая улица в асфальте. Да, и... А здесь и сейчас, и просто так как нет бордюров, нет пешеходного до этого, люди ставят ограждения, чтобы машины не привезли с забора. Недавно была ситуация, что там во двор, где была машина. Теперь я при этом не знаю, что это здесь. Вот. Вот так мы и идем в школу, на работу. Здесь и улица... ой, деревня Восрянская по этой дороге идет. Ну, и поэтому люди хоть как-то пытаются ограбить свои... Да, вот нам сказали, администрация отписала, что здесь 200 машин в день проходит. Ну, вот посчитайте. Здесь вот как бы все безопасно. Вот, у нас шикарное место, под тротуар. Да? В Москве очень много тротуаров, где столбы, ну, как бы, которые, ну, обрамляют столб. Вот, смотрите, у нас транспорт. Ну, и у человека бы не столб по столбам труда не толкали. Ну, это все. Да, вот так вот. Как хочешь, так и перемещайся здесь. В зимнее время вообще невозможно ходить, потому что нам приходится в суглобо прыгать. Не, вы понимаете, здесь не только взрослые населения, здесь дети ходят в школу. А где достаточно много? Да, да. И почему вообще отказывают в этой элементарной вещи безопасности, я вот это не могу понять. Мы же не просим красные ковровые дорожки, мы просим тротуар, маленький тротуар, хоть какой-нибудь, хоть полметра, вот такой вот, 40 сантиметров. Но невозможно ходить по проезжей части. Это вот все, чтобы не ездили машины, а мы ездили в ограждение. А потом эта дорога... Ну, как может, спасаешься. Наконец-то дети ходят в школу, каждый раз я вижу. И каждый раз девочки туда прыгают, сюда прыгают. Не знаю, куда. Сугробы. А дети живут здесь, маленькие еще, в первом классе. Да, почему-то нам отвечают, нет места. Ну, как нет места? Ну, вы че? Ну, как нет места вообще? Во-первых, вот эти вот распланировки, не мы же сами планировали эти участки. Это занималась администрация. Она должна была предусмотреть, что здесь будут ходить люди. Мы были настолько много, что невозможно ходить, вы знаете, особенно по вот этой улице. Если идет, допустим, до поворота, там еще более-менее. А вот это просто сплошное идет. Мотор, ну, вечером, до работы, с работы. Там вот от забора, ну, метр. Вот нас это образировало. Ну, метр. Достаточно, чтобы здесь вправо, земля, гостал, но вполне хватит. Тротуары, вот это тротуары, которые сделали. Мы сделали же. Там метроскопическое расстояние. Смотрит, с этой стороны можно как-то, как-то... Да нам без разницы, я говорю, нам без разницы. Вот наша улица народная. Да, вот здесь вообще... Да, хотя здесь прописано, что у нас шебенку администрация выполнила когда-то давным-давно. А по факту это жители сами навозили, а администрация отписала... А, давайте здесь пройдем, здесь все-таки безопаснее. Все. Вот сюда как раз к нам на площадку. Сразу, как раз возникает, вот так вот сейчас мы пойдем через эту улицу, да? А почему вы не хотите? Вот куда? Это на этой же улице. А на самом месте нету. Сколько мест у вас? Почему нет? Тогда на нашей... Ну, знаете... Там безопаснее для детей, чтобы пройти. Ну, давайте сейчас на это место рассмотрим. Так, ну вот мы во все... Во все... Вот здесь вот много места, и там много детских площадок можно устроить. Мне можно там... Да, дело в том, что здесь может пользоваться, как и в Острянское поле, потому что там дорожка есть. Потом коммуна и мы. Ну, дороги надо просто сделать. То есть, да. Подъезд обязательно сделать, и все будет хорошо. Самое главное, чтобы администрация услышала наши требования. Наши законные требования. Мы не просим там сверх нормы. А сколько вариантов? Не вопрос. Более 10 лет. Вот здесь вот, по-своему, потому что там больно. Да. Я когда мне сейчас чекалору проводила, вы проходите по профессии дорожного производства? Нет, я экономист. Там? Да ладно, там нет возможности между деревьями поставить. А я председатель, я в каждом доме, возможно? А я не знаю, чем я. А, я не знаю. Ну, вообще, зеленые насаждения, это, в принципе, благотворное. Я не знаю вообще, мне кажется. Если они возьмутся, вырубают. Не, 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 не. Никто не будет вырубать. Не. Эх, никто не даст вырубать. Вот, видите, они там на нашу соседку оштрафовали по весне за то, что она привезла себе какой-то кирпичи вообще. Да, это нормально вообще. Может, просто им отдам их подать, чтобы нам мало требовалось? Не знаю, они с нами здесь. Очень, очень. Боже. Можно идти, да? Вот это, да? А здесь можно рассматривать от озера, от озера и все вот где-то в этом месте. Да, спокойное, то есть от транспорта далеко, да. Жители могут прийти и привезти детишек. Там, кстати, по зиме можно каток залить. Там же... Да. Пройдем дальше. Вот асфальт, пожалуйста. Там тоже место. Пойдемте пройдем. Вот у нас... А, зависать с адресом? Ирина, там еще второе место, которое... Да, мы сейчас посмотрим. Ой, привет. Ладно, только это... Мы их постоянно контактируем. Ну, ладно. Пойдемте. Ну, вы... Идем в третье место. Сейчас, идем, сейчас. Там, может, там еще какие-то... Да, мы вообще в Министерстве благоустройства обращались по поводу спортивной и детской площадки. Нет, мы по благоустройству платим, не пришла. Потому что жителей много. Давайте, я вам сегодня пришлю. Там, по-моему, нам придется. Это 46-й дом. 46-й дом. Так. Да, детскую и спортивную площадку. Да, детскую и спортивную площадку. Да, там, нет. Делаю комплекс. Добрый день. Вот это все народное. Вот отсюда начинается участок, которым сейчас мы написали письмо. Который сединяет народную сечка. А, то есть она еще не на кадастре? Нет, она не на кадастре. Ну, вот пусть ставят на кадастр. А, вот это... С вашего квартала на наш квартал. Ага. Он будет в 22-м году. Ну, мне Бабкова обещала, что она уже, Ирина Сергеевна, поставила. Но мы все равно, Нина Петровна Кремер написала письмо. В 46-м году все будет сделано только в том, что, если это зафиксировано на бумаге. На бумаге, да. А то они говорят, ну да. Будет приглашать, но как по Массетину гулять? Да не, не, не. Они... Мы уже проголосовали в Доброделе вот за эту народную улицу. Понятно. Протокол приложите и будет вам. Где народная эта голоса? Вы еще что-то тоже голосовали. Да, но на бумаге было, а на деле ничего не было. Понимаете, в чем дело? Ну, значит, вы прозевали... Что прозевали? Включение в план надо было... Включено было в план. Вы знаете, как я вам скажу, у нас федеральный закон все предусмотрен. Я не понимаю, за что мы голосуем. Мы приняли за Конституцию. Еще за что проголосовать должны? В законах-то прописано безопасное проживание. Мы что здесь? Мы чертогора, да. Мы гнера. Да, сидите ждать, гадать. Как там администрация? У нас же нет своего человека. Нет, нет, все написано. У нас есть законы и есть Конституция. Вот, выполняйте. А куда она приведет, да, законы? Ну, это вы поняли. Какой-то гадалки, блин. Будем гадалки теперь ходить? А куда взяли этот добровольный? Бабки-повитухи будем гадать. Нарушены права граждан. Все, надо устранять все нарушения. А кто составляет программы? Мы не можем авиатурировать. А почему не включается? Так, кто на таблинике? А потом опыта стоит. Мне понравилось. Лена, вообще-то, это же тетенька представитель помощи администрации, я понял. Нет, нет, она это самое. Она из этого. С коммуны. Нет, она просто не понимает, о чем она говорит. Ты понял, что это? В 22-м году продастся. А что мешает тебе в этом году, если у вас документы подали? Мы что будем, да... Что мешает-то? В 22-м нам пообещали. Да обещать не значит жениться, простите меня. Да, и потом самое главное. Ты... Ты принес документ, что у вас подписаны все, и за вторым сделают это одно. А пообещали, это совершенно другое. Что значит пообещать? Да, обещать не... Обещать не значит жениться. Они могут... Здесь сколько на улице многодетных, да? Да, да. По закону нам положено. И тротуары, и детские площадки, и все остальное. И где это все? Мы обязательно по этому поводу составим протокол. Да, да, да. Пожалуйста, когда кто-то что-то говорит, чтобы слышно было тебе. Блин, ну они много чего говорят. Идите туда, да. Нет, пусть им посмотрят, и мы в конце резюмируем, что он... Какие действия... Протокол составлять, вас не будем записывать. Вот такой вот, гражданин, вот я тебе дал такой ответ. Вот я что, хочу, чтобы ты записала. Прекрасная территория. Мы пишем 16-го года, и нас... Это вот программа благоустройства дворовых территорий? Там должны быть спортивные площади. Нет, есть еще у нас комитет физкультуры. У них своя программа. Тем более спортивный, что мы сюда тоже предпоставим. Вы заявку даете или кто? Понимаете, и вот 16-го года администрация... Админициировать вот это строительство, кто будет? Вы? Мы говорим вам, давайте... Мы сколько заявлений написали на ваше имя? Вы считали? Ну, больше ста. И вот этого недостаточно? У нас ближайшая площадка... Вы с финансистом нашим разговаривали? Вы знаете, ваши финансовые проблемы нас не интересуют. Мы встречались с этим человеком, который дает... Мы законные налогоплательщики, мы платим регулярно. Правильное правление. Вот и все. Ну вот, за то, что это мы платим, да? Мы платим. А на то не спрашивали, хотим мы это или не хотим. Я возила сюда Костя Мустина. Кадастровая, да. Ильюсер, да. Уличная кадастровая. Все там знают, где личный участок. Один вопрос, а кому ваш финансист подчиняется? Двое. Это Болотниковым? Да. Ему, да? Это не... Значит, все вопросы по финансам можно решать Болотниковым и с вашим финансистом. Да. Сославшись на вас. Сайкин Александр Витальевич. Она глава? Нет, она первый зам. Заместитель. Нет, это понятно. Мы слышали, что она говорит? Но все дело в том, что она же с нами здесь не беседует. Мы проводили беседу с кем? Вот Игорь Евгеньевичем. Он нам сказал, что финансами... Вот ваши представители приезжали и показывали ей все выкладки. Вы знаете, ответ отвратительный. С ее стороны говорила она, что мы с Луны свалились, и нам ничего не положено. Да, типа этого, да. И чего? И что мы после этих слов можем... Как разговаривать? Мы на кислой черный секретарь, я вам говорю. Потому что вот в комплексе, да, домостройство многоэтажных домов придумали. МКД, да. А для частных всех, почему мы придумали? А значит, вот этот дом... Министр... Обалдеть. Девочки писали. Министр сказал, рассмотреть. Мы начинаем эту программу пытаться, формировать, что они не только от нашего района, а в вашей... Нет, мы будем принимать решения. Необходимо это делать. Вот они сейчас начинают ее только... Реализовать. Придумывать, как ее реализовать. Как быть... Потому что многоэтажный дом понятно. Вот там есть двор, много народа в одном месте. И как бы сразу большое попасть на себя, ну, не успели. А когда в частном секторе получается, вот с одной стороны улице скажем, все хорошо, мы рады, а с другой стороны... Можно... А почему у них делали? Они у нас. И получается, как многоэтажный дом, он по горизонтали. А так вот... А какой... Вы слышали, какой ответ был от Местерства благоустройства? Что он вам сказал? Рассмотрите место для жителей и поставьте эти... Игровые... Ну, дайте бы заявку туда, федеральную. Вот, отлично. Ну, просто мы слышали вашу Савкину. Савкину? Я же, что вы сюда приехали. Мы с вами договорились. Надеюсь. На эти места... Мы уже долго с вами разговариваем. Ни о чем. Хорошо, что приехал. Не мальчик на повезушку. А все-таки представители... Мы неоднократно к ним обращались. Мы неоднократно были на личном приеме. Мы слышали их ответы. Почему везти такое разговаривание? Так, это у нас вот этот как отельный дом. Это отельный дом. Это отельный дом. Да, какой-нибудь уже... Бизнес. Бизнес-отель называется. Бизнес-отель. А красный трон? Я еще Костик проклялась. Чай на земля. Может, красный? Вы можете сказать, что... Вот эти вот... Вот эти жители, у них... Сколько у вас лет в ваших поселениях? 20 более. Потому что мой ребенок родился здесь, уже вырос. Вот коммуна. Вот мы оттуда. С 1953 года. У нас нет ни спортивной площадки, ни... Девочки, мы пришли решить вопрос в Астрянского поле. Вы будете заявление писать, и мы придем, вам поможем. Мы решим сначала проблему вот нашего заявления. Мы все будем решать. Не надо... Блин, ну что ж такое? Жители вообще что-ли не могут говорить? Девочки, ну подождите. Ир, ну подожди. Пусть говорили. Вот я о чем? Вы пришли, мы посмотрели. Вот вам нужна вот эта дорога? Конечно, нужна. Это развязка. Мы ее поставили на кадастр. Вот Нина Петровна писала. Вот я хочу, чтобы Игорь Евгеньевич посмотрел. Ну вот он посмотрел. Да. Что вот это переход от одного квартала в другой. Я просто и разъясняю. Понимаете? А нужды у нас у всех. Да. И там у нас не сделано. И у вас уже столько много жителей, домов и дороги проводите. У вас детская площадка есть? Нам ее поставил в 2014 году, убогую площадку. Сейчас ты пройдешь туда в 2014 году. Ну вы хотите, мы сейчас по нашему заявлению. У нас 500 дюйчей. Мы не говорим. Беспортивная и без детская. Мы сейчас будем решать ваши вопросы? У нас общая проблема. Общая проблема. Мы сейчас по вашему проблемам решим? Все, давайте решим по нашим. Я очень жаль, что мы... У вас хотя бы одна площадка там есть около магазина, а у нас вообще ничего. Нет, мы не об этом, девочки. Мы сейчас говорим, показываем места, где может быть, да, площадки. И о дороге, которая вот соединяет... А если это будет, оно и астаматами. Мы много лет бьемся для вас. Для вас бьемся. Вот провели, что там еще света не будет. А кто занимается, какая организация вот этими дорогами? Поэтому не чистится, как и по озеру прожгутся. Ежегодно идет розыгрыш независимой организации. Значит, каждый год разные организации. И после того, как они укладут щебень, укладут асфальт, они очищаются перед министаром. Сейчас мы подойдем. В контроле идет также независимая организация, которая занимается технический надзор. А после этого еще, когда технический надзор подпишут, что да, вот они все сделали, и у них, как бы, промежуточные соответствуют, идет, приезжает уже Московская область от Министерства полномочной организации, которая занимается только лабораторным контролем и качеством, применяемых материалов, которые используются во время строительства ремонта. Они меряют толщину, геометрические параметры и так далее. И дают заключение протокола. В основании этого протокола мы только можем выпустить деньги. Если не будет положительного заключения вот этой контрольной организации министерства, никакие деньги на него хватит. Тогда я вам вопросик такой задам. Есть улица Борисовская. Сейчас на ней лежит щебень и лежит асфальт. Но когда подняли вопрос в прошлом году, да? Подняли вопрос по улице Борисовской, по бумагам на ней щебень отсыпал. Это же прекрасно. Приходим, вот такая дорога, щебня нет. Спрашиваем. Грунтовая. Ну, тут он все. Что вы говорите? Вы что за идиотов, что ли, держите? Вы что за идиотов? Это не только материалы, это еще и денежные средства. Это чистый угол. Администрация, видимо, нас держит за идиотов, а говорит, куда-то щебенка утонула. На самом деле, никогда щебенки там не было вообще никогда. Вот стоит человек и нагло просто оговаривает. Сейчас 21-й. Дело в том, что по улицам у некоторых тоже такая же картина наблюдается, когда по документам идет, она там отсыпана чем-то, а по факту грунтовая. А у некоторых есть даже отсыпана, но по бумагам, по документам там асфальт. И вот сейчас стоит... Вы решаете, что вот по паспору решили. Никакого здесь асфальт не было? А до этого? До этого? А у вас Вианская улица что-то написано? А тут вы с какого? Она в ущебе не будет лежать. У людей нету ищебня. Зачем вы обманываете людей? Вот у вас хорошо, это щебень. А в наличии не было. Вы стоите... О чем говорить? Нет, нет, нет. Я сейчас... По вас трясусь... Пройди немножко туда, чтобы он край посмотрел вот это озеро. Сейчас мы поговорим и про дорогу. Ладно, да. Я тебя просто... Она не приедет ни на слайне. Вы еще будете что-то показывать? Давайте мы на ту же вопрос ответим. Там люди живут... Просто я хотела его попросить, чтобы он потом к ним пришел. Вы попросите, да. Житель из 19-го, в 17-м доме, он сказал, что у этой улицы вообще не существует. Как и видишь, что... А ну-ка, у вас в Асфальте. Ну, улица Восельтова. Посмотрите, в Асфальте. Нет, у Васельтова. А в Асфальте где улица? Нет, я же говорю, у вас ее нет. А вообще улица Восельтская как таковая существует? А нет ее, понимаете? Нет. Нет ее. А почему министр... Кто может оказать ответ на то, если... Да, если нет, а люди живут, да, дома строят, стоят. Земельный комитет. Хорошо. Это в Розаколе отвечает. Просто я по своей летнице за последние лет пять мы приняли муниципальную собственность, где-то километр 30, дорог. Каких дорог? Безхозяина. А, смысл вы? Какое вот они есть, а их нет. Ну, а дальше-то что, ваши действия какие-то? Вот сихоньку мы их принимаем, принимаем, даем смысл... А примите, пожалуйста, в Асфальте. Пойдемте, пожалуйста. Сейчас мы... Напишите, пожалуйста, в своем плане, что улица Восельтская... Проверите. Она совершенно встанет в городе. Нет, просто... На самом деле она существует. Пойдемте, пройдемте еще раз. Ну вот же она, вот она она. Я знаю, что... Пойдемте, пройдем, а? Еще внизу посмотрим. А где так? Я говорю, Евгеньевич, пойдемте вот, пойдемте. Раз вы уже здесь. Почему обратите внимание? Почему обратите внимание? Принять решение. Нам решение надо по-мострям сказать, о чем мы от нее так далеко ушли. Мы стояли на ней, там нет ничего. Сейчас решается вопрос. Нет, сейчас про детские площадки. Отдельно уже надо приглашать по дорогам. Во-первых, первое, вы должны на руках иметь документы. В каком состоянии? Вы документы запросили? Это надо запрос делать. Это надо... Вы знаете, в каком она состоянии? Я вообще не должна ничего делать. Я напишу. Ира, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, еще место посмотрим. У нас здесь прекрасное место в плане того, что зимой здесь можно сделать каток, каток, сделать, залезть. То есть мы, в принципе, и сами готовы поддерживать порядок. У нас здесь очень много инициативных граждан, которые готовы почистить дно этого озера, сделать пляжную зону. И зимой расположить здесь каток. Не знаю, значит, здесь три ротника. Но здесь все замусорили, все закидали. Но это же требует чистки. Это первое. Потом это противопожарный водород. Да, вот он. Вот здесь вот. А что здесь смотреть-то? Вот, в принципе, и все. Это наш пруд. Да, вот он наш пруд. Вот, как мы сделали, вот сейчас. Вот, Калово, да, очень хорошую дорогу. Вот, смотри. Можно пройти на нее. И вот теперь от этого места нам нужно по дороге. Вот, пожалуйста, с многодетного поля. Здравствуйте. Идем по дороге. Простите, пожалуйста, вы именно по дорогам или по площадкам пришли? Сейчас площадки, а потом уже в следующий раз по дорогам. Когда? Надо запрос сначала сделать. Мы же в этом месяце сделали 150 обращений по всем министерствам. Нет, меня это не волнует. Вы дали участки, дали администрации. Я? Нет, не вы именно. Я вообще говорю, администрация. А дорог нету? Вот он. Мы уже по этому поводу уже собаку съели. Вот он, представитель администрации. Как зовут? Игорь Евгеньевич. Вот представители многодетных семей здесь. Вот, у которых бездорожье, блин. И пройти не пройти. Да. Сюда. Вот и все. Да. А нам митинги. Вы это прекрасно знаете. Митинги. Вы нас не слышите? А про тротуар? Вы нас не слышите? Да. Ну вы зафиксировали, в принципе, вот это место? Да. Три места я зафиксировал. Да. Когда можно ждать ответа? В течение какого времени? Старшим, спрашивайте. Ну, сегодня я отдам, завтра отдам замене комитета. Ага. Стараюсь, чтобы они побыстрее все это рассмотрели. Она все узнает. Где, что у них есть. И дальше мы... Она все знает. Дальше как? Ответим. Это, уважаемые жители, уважаемые жители, подождите. Подождите, не... Уважаемые жители, не слышно, что администрация? Отвечай, потише. И документы мы отправили... Потише. А еще раз, люди должны услышать, что отвечает администрация. Подойдите и послушайте, что, когда они нам ответят. Можете повторить? Главное, на телефон запишем. Все, я слушаю. На телефон они знают. Нет, я сижу и вас снимаю. Потому что протоколы... Фиксирую видеопротоколом. Ответьте, пожалуйста. Значит, вы мне показали три места, где мы должны рассмотреть вот детские площадки. Детские спортивные площадки. Значит, я их зафиксировал. На карте поставил точки. Дальше я передаю эти документы, точки эти, в земельно-имущественный комплекс управления нашей администрации. Они рассматривают, как специалисты, какие здесь рядом проходят участки. Может, кто-то уже собственность зафиксировал, кто-то какие-то коммуникации проходит и так далее. Они нам дают ответ уже официальный, вот как нам, как мы к ним служебной запиской обращаемся. И они на нашу служебную записку отвечают мне официально. После этого мы переправим документы Министерства благоустройства в Московской области, как по заданию было, по протоколу, по поручению. И дальше опять начинаем общение. В течение какого времени конкретно, чтобы они раньше времени не дергались? Вот эту неделю они будут рассматривать, это однозначно в течение следующей недели. Хорошо. Следующий вопрос. Рассмотрим самый негативный вариант, когда нет у вас здесь какие-то ограничения. У нас есть возможность еще рассмотреть этот вариант, где еще можно расположить площадки? Ну, однозначно. Вы сами можете нам рекомендовать, потому что мы не знаем, где здесь возможны варианты. Я переговорю с земельным комитетом, с председателем, который занимается землей. Каким образом вы нам письменно или мы лично должны к вам обратиться? Ну, уже обращение у вас в честь министерства есть, мы выполняем распоряжение министерства. Да, мы даже ждем. Вы и мы. Короче, через месяц, как минимум. А все уходим. А озеро зачем? А скажите, пожалуйста, еще вопрос. А по дорогам что? Да, вот по дорогам очень такой вопрос, прям навязчивый. У нас улица Сосновая, туда вообще подъезда нет. Рядом улица какая у вас? Вастрянская. Вастрянская. Православная. Там вообще проезда нет. Мы ездим по чужим участкам. Ни сегодня, ни завтра придет хозяин, и мы туда не проедем. А дороги туда вообще нет. Участки дали, разделили. А дорог-то нет. Там даже проехать нельзя. Мы должны рассмотреться на дорогу. Какой ты проделал. Вы понимаете, что у нас в федеральном законе есть. Какой ты проделал. Когда с комитетом по имущественному комплексу приходит... Начинаешь ругать, а это плохо. Они говорят, что вот эта дорога принята в муниципальной собственности. Планируйте на нее ремонт и содержание. Вот после этого... То есть мы, дорожники, это последняя инстанция, которая, когда проходит все это оформление земельной комплексы. Хорошо. После этого мы получаем. Как же дали землю, что я туда не могу проехать, пройти с внуками? Нарушение закона. Нарушение закона. Они дали участок. Я землю не раздаю и отвечать на этот вопрос я не могу. Нет, нет. Я вообще говорю. Вы не можете пользоваться этим участком. Я на землю не могу проехать. Я езжу по чужим участкам. Раз поехали, там застроили участок. Дорога была. Хозяин приехал, закрыл нам проезд. Мы опять объезд сделали. Мы ездим раз, два, три участка по чужим. Не сегодня, не завтра. Придет хозяин построить, и мы останемся. Но хотя бы пробить эту дорогу можно. Нарушение закона, вы не можете пользоваться своим участком. Развивку. Да. Растрянская улица. У нас основная. Растрянская, номер 41. Я живу там 11 лет. Отписались, что нам дорогу туда проложили, когда по переулкану. Проложили же. Ничего нет. Два года назад по этой улице катался этот грейдер, разравнивал дорогу. Я к нему подходила, спрашивала, что буду делать, с какой целью вы тут равняете все. Он сказал, будет обсыпка дороги. Это было два или три года назад. Ну, два-то точно. По документам отсыпали. В этом году отсыпали. И еще донку сказали. Министерство. Это в рамках содержания идет, скажем так, вид работы по содержанию. Надо снять. Давайте мы пройдем на Вастрянскую. Давайте пройдем на Вастрянскую. Мы там были. Мы там с Вастрянской. Нет, мы сейчас не было подопадемо. Мы на 41-м году. Пишите. Значит, сейчас все вот такие каналы. Поповедем. Я приехал, чтобы с вами поддержка была счастлива. Мы планировали с вами встретить. Дело в том, что подели, ждали. У нас еще одно место есть. Пойдемте. Куда идем? Идем в Вастрянскую. Игорь Евгеньевич, а вы можете потом сюда приехать? Нет, пойдемте как раз по дорожке. Поехали. А проблем столько накопилось и не решается. Вот и люди. Сейчас мы идем вот по этой тропинке. Блин. Пойдемте, пожалуйста. У нас здесь места много. В любом случае здесь можно выбрать. Просто... Ну вот видите... Я вас понимаю. Я вас понимаю. А вот видите, когда проблемы накапливаются настолько, что люди уже не готовы сидеть и обсуждать детские площадки, когда им выйти из улицы не могут. Какие детские площадки, если я приехать дома не могу? Ну вот так вот. Потому что у нас... Сейчас около озера. Там прекрасное место. Мы можем, в принципе, и там расположиться. Там и подъезд есть, в принципе. И в Астрянской деревне может пользоваться. И коммуны, и мы. Так, вот видите-то. Нам куда надо? Туда же подниматься? Туда, тут. Так, где мы живем? Господи. А, вот здесь. О, боже мой. Просто мы, когда у вас были, и по дорогам, и по всему благоустройству, Оксана Викторовна, если я не ошибаюсь, Витальевна, нам сказала, что мы с Луной свалились. Вы понимаете, как с нами разговаривают? Ну и как мы можем ответить? Сейчас мы поговорили с министерствами. Они нам отчитались по тем же дорогам. У нас немного волос зашевелись. Где-то, оказывается, асфальт лежит. А где-то щебенка. А где-то вообще на кадаст не поставлен. Люди давным-давно заявление пишут, чтобы им дорогу сделала. А она, оказывается, на кадасте даже еще не стоит. А зачем тогда выдали документы, что у меня дом зарегистрирован? Уже в Яндексе везде есть проехать. А дороги нет. Не знаю, как так. На бумаге, да. А это вы себе на участок щебень убрали с дороги. Теперь ходите говорить, что вам администрация не построила. Вся в Острянской жулике. Себе засматрировали дорожки придомовые. Поэтому и нет дороги. Вот таких случаях с Орловичем у нас было. О, я же вам говорю, так и нет. Да, 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 да. Да, да, да. Пипец. Не-не-не, нормально, просто Людмила Сергеевна молодец, конечно. Давайте пройдите к нам, давайте пройдите к нам. Нормально вообще. А это куда мы идем? Мы сейчас идем в красивое место. Сейчас я вам покажу вам. Это для детской площадки. Мне нужна дорога. А как раз это она там спускается в Острянской. Вы понимаете, что администрация, министерство благоустройства сказала, администрация приказала просто найти. У меня ребенок оттуда сюда не придет играть. А мой ребенок не придет куда играть. Мы сейчас... Я не прошу... Вы на какой улице? На Сосновой, 21. Сосновой? Маш, один дом стоит. Туда ни подъезда, ничего нет. Я вам сейчас скажу. Сосновой-то там, значит, сотни. Вы вообще не можете... У вас нарушение, что вы не можете посвятить с вами участок, который вы купили. Да, мы знаем. Нам дали это тут участок. Ну, при чем, да? Многодетные? Да. Я бабушка. Вообще, у вас шикарные возможности, в плане того, что вы многодетные. А вам надо в эту точку пить вообще. Потому что нарушаются не только ваши личные права, но и многодетные в семье. Я говорю, здесь классы, мы. И что делать? Ну, что, вот описать? Нет, вам надо обязательно записаться на личный прием. Под камеру. Я вам дам номер, вы запишетесь на личный прием. Возьмите камеру. Вот, смотрите, вот прекрасно тоже место, тоже есть. Балкон. Да. Дело в том, что... Да, и Тома говорит, я приеду по площадкам. Нет, там еще дальше идет. Человек знает, что он приехал по дороге. А это вот, да, вот у нас так вот называется, дорога. Я, когда мне министр сказал, что у нас асфальт, я подумала, что он, наверное, вот этот асфальт воспринимает как асфальт. Но это же не асфальт. Мы тут приедут, посмотрим. Ну да, вот сейчас они должны приехать с проверками сюда, я надеюсь. 2 метра вот этого, это асфальт? Да. Это не асфальт, нам еще раз. Так нам сказали, что у нас заказывается площадка. Ой, есть асфальт? Мы по комплексному богоустройству обращались во все инстанции. Это дорога, свет, площадки детские. Да, здесь уже 3 сантиметра. Вот. Потом мы попали на личный прием. Нам вообще сказали, нет, вы что, с луны свалились? Какую вам площадку детскую? Вы что, в городе живете? Нету таких программ. Мы говорим, здрасте. Почему ты здесь сделала дорогу? Да это не дорога. Это не так. Ну хоть какая-то, да, действительно. Вот такая дорога у нас у некоторых на улице отсыпана, якобы по документам. А на самом деле этого нету. Это вот, вот эти стали сыты, второй год. До этого был просто белый. А что, целый? Да блин, ничего здесь не было. Слушай, Радина, смотри, генерально. Кто-то здесь в культуре, до него досыпали. Сейчас мы скажем. И все, и хватит. Дело в том, что он не по улицам приехал. Не по улицам приехал. Не, ну понятно, что это самое. Попросите, мы покажем вам. Радина, 54. Да. Ну да. Кто-то тебе досыпал, и все нормально. Ну потом вот там и просто зарядка. Вот здесь, правильно? Вы с этим согласны? Четнем засыпают. Вот эти крошки засыпают, делают, да? Улица вот здесь кончается, да? Обратите внимание, как вообще нормально, а? А вот эти дома, это что? Это не иллюзия, это так. Я могу сказать, что таких случаев очень много. Потому что паспорта технически делались раньше, потом дальше продолжает улица строиться, участки прорезаются, а дорога еще... Слушай, можно ремарочку. Вы когда делаете дефектную ведрость, вы проходите дорогу, смотрите, там написано, выбоиная, развалилась. В соответствии с техническим паспортом. Если там есть 3000 квадратных метров, то вот эти вот 1000 квадратных метров и ремонтируются. Все остальное... Блин, а те что не люди? Вот два участка. Если я здесь засыплю, которой ее нет, она у меня в казне не состоит. А кто ее тоже поставит? Головье хватится с этого участка? Значит, с этого участка дальше должен прийти кадастовый инженер, снять, сделать съемку, пройти всю процедуру регистрации этого участка, и дальше уже начинается финансирование. И кто это делает? Самое простое, сейчас... Подожди, подожди, Лен, подожди. Сейчас, тут вам говорят о том, что об этом, никто не знал. Да, это дорога жизни на электричке. Да, вот... Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Пойдемся. Мы сейчас... Да. Да. И мы... Да, они... Пойдемте, а что случилось? Пойдемте, а там не может быть... Нет, так не... Он может, знаете, как прийти, вот сейчас поговорить и уйти. Вот в чем проблема, вот очень часто. А вот это вот все, вот это бла-бла-бла... Да, да, да. Ну, мы посмотрим через... Я сейчас напишу в компьютере статусом Махниум и всем остальным. Я понимаю, что здесь местности стоит. Нет, сейчас посмотрим, потому что это поручение Министерства благоустройства. Они должны рассмотреть наши эти... Так, вот здесь вот мы хотели бы вот здесь вот... Да, вот здесь, да. Здесь детскую площадку сделать, чтобы она и на Вастрянском поле можно детишке добежать. И с этого... Здесь спортивную площадку и детскую площадку можно... Да, мы же пляжную зону хотели здесь освоить. Мы когда здесь взяли участок, это 2005 год. Мы здесь еще купались. Еще можно было здесь купаться. 2005 год. У вас, да. Мы 2005 год. Мы в 2010-м приехали, вообще вот ничего не было. И все хуже избыли с каждым годом. Облетнись, она, 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 она покупает. Остановитесь, пожалуйста. Вот у нас прекрасное местечко. Здесь мы вообще хотели бы пляжную зону сделать. Посмотрите, сколько здесь. Здесь мы хотели бы здесь еще сделать пляжную зону. Оля, чье? Народное? Народное. Вот, можно строить. А здесь развернуться, я не знаю. Целый бассейн можно поставить. Потому что вот уже в Астрянской, извините, мы там многодетные живем. У нас здесь дети. Да хотя бы скамейте зону отдыха. Тут, я не знаю, лавочки. Пару кустиков. Мы вообще в министерство давали поручение о том, чтобы рассмотреть здесь зону отдыха, пляжную. Почистить, почистить озеро, поставить лавочки. Еще было чистое, был прям пед туда. И было мисло. Напорная канализация уже. И вот здесь она идет как раз. Вот отсюда примерно метр 25. Мы только налиток ездили. А вот там мы обнаружили вообще какая-то канализация. Канализация. Пойдем. Мы вам все показываем. Дело в том, что существует охранная зона. Понятно. Охранные зоны? В охранной зоне нельзя капитальные строительства. Вообще ничего не заделать. Ничего подобного. Пляжные зоны не делать? У нас доступ должен быть к водоемам. Пожалуйста, ходите. Копитальные. Я вам еще раз повторяю. Строительство нельзя основательно делать. Это, например, дома. А пляжные зоны отдыха можно. Давайте в школьном говорим. Вот смотри. Вот здесь идет ливневая канализация под давлением. И вот туда метров 35. Идет ли новая канализация? Вода у нас на озеро уходит. Это идет с этого, с водозабора. Идет? Да. Канализация? Да. Там с водозабора. А там какая? Ливневая. Не пекальная. А, все, все поняла. Разница. Да, да, да. Вот она вон там проходит. Плюс. И что, вы хотите сказать, что здесь невозможно? Вот здесь еще идет электрическое напряжение. Нет, вы не скажите, что вы мне рассказываете. Здесь нельзя делать ничего. А там в Острянке. Я когда говорю, у вас постольки, они говорят, я когда у них просил канализацию, а вот эти домашние стоят незаконные. А вот это вот поле, вот оно, куда братье, чтобы его покосили хотя бы? Это реально? Боже, нет. Нет? Это так. Да вы что все поле покосите? Я хожу на эту плечку по этой дороге. Это лишнее. Нам бы дороги почистили зимой, а вы говорите покосить. Ну все, вот это проблема. Ну все, мы реально видели, мы были, когда они спичклили. Куда идем-то? В Острянской наше. А, ну все. Наша. Где В Острянская? Вот она на Острянской. Вот дорога на Острянской. Поэтому это очень... Ну все, короче говоря, уже по дорогам пошли. Я не знаю чуть... Больше, в принципе, он решил свои вопросы уже на огне. Теперь вопрос нахер. Во-первых, мы будем... Да он по дороге, не пришел сюда. По дороге мы должны согласовать только одно, чтобы он нам подписал протокол. А каким образом протокол мы сейчас его должны сделать? Да, вы должны его... А потом мы ему должны отвезти... Потом мы должны подписаться, допустим, жителей, ну сколько там, ну 5-10 человек. А потом с этим протоколом, ну где он его подпишет. Мы должны его... Потому что там много... Я понимаю. Таких вещей, на которые он сказал. Или обратиться. Да. Это мы его должны сделать, и он должен подписаться. Но это же не в день в день у нас может сделать, нам еще его надо изготовить. Да, это проблема, что ли, большая. Да. Ну не знаю, не знаю. Фамилия, выступление и все. Ага. Своё выступление, я сам скажу. Свои вопросы, которые я задал, я записал. Поэтому, если что, я протоколик укажу. Хорошо. Ты свои тоже укажешь. Кто там еще есть, еще тоже укажешь. Я, в принципе... Ну вы поместите меня? Только спрашивала, задавала вопрос, когда, чего мы можем узнать. Какие-то результаты, какие действия должны быть сделаны. Да, два года. Блин, как это мы идем. Это мы идем на улицу Воскреса. Ага. На ее начало. Отлично. Да, здесь стекет. Ну это хорошо, что она здесь вот, а не стоит. У меня один вопрос. Да, да, да. Вот под это, и вам нужно показать, что вот эту зону мы дали, так вот, зону общего хороста. То есть, если с этой стороны мы, как жители, мы можем, да, там... Да, проще у вас посмотреть вопрос, вот такое-то озеро, вот такое-то лист. Посмотрите, как... Зону общего хороста. Да, мы пишем вам, да, получаем... А он отпустит, пожалуйста, вам. Нет, у меня не отпустит. А вот. Нет, у меня не отпустит. А вот. Он не напустит. Ну, у меня такой вопрос. Вы же у нас дорожник, понимаете, и с дорогами, правильно? Правильно? Содержание дорог – это ваше, ваш приоритет, правильно? Ну вот, обкрасить дороги можно? Это, по-моему, извините, извиневайте, да? Это как раз дорожники делают. Правильно, гастрадальная Острянская. Начинается. Вот, смотрите, вот мой участок. Вот первый. Вот мой участок. Можно ли ездить сюда, к участку, по этой дороге? Нет, нет. Вот она сюда. Вот она. Это же уже деревня. Вот улица, последняя города. Вот она. Все. Город закончится. Дальше деревня. Мы помним. Вы же? Не убегай, когда вопрос задали. Бля, пипец. Помогала нам. Ну, вы тоже должны включить камеру. Нет, у меня такой. Бля, пипец. Вот такую штуку. У меня... Чего я ответил? Записал. Записал по поводу... А, какой вопрос? Ну, мы так и не... А когда это возможно исполнить? Это сроки, примерно... Пускай ноги ломали. Первый дождь, первая тяжелая машина, и все. На самом деле... Вот, смотрите, можно подъехать к моему участку по по одной дороге. Вот, смотрите, можно подъехать к моему участку по по одной дороге. Вот, смотрите, можно. Это вот улица, востребовка. Да. Это невозможно отсыпать. Вот где вот здесь отсыпка? А почему же бумага? Это отсыпано. Блин, у вас документы вообще вот просто... Вот это лепо. Да, мы прям... Это чисто ваш хлеб. И вот что вам нужно сказать? Не отсыпай вас за рожей. Будет отсыпано через месяц. Тише. У нас в угольке есть. Здоровье. Алион. Только честное голосование добродетель. Все. Нет, это понятно. А здесь у нас кто-то сливает канализацию. Да. Канализацию сливает. Вот из этого. А вот и почему? Вот так они куда сливают. Ну куда? Отсюда. Мы идем вечером. Здесь такой шум... Ой, воды и вони. Нет, не рад, что мы идем воды. Мы ночью... Ира, этим надо сразу заниматься. У меня так с прудом. Они одноглели. У меня что это такое? Люди, которые здесь живут. Ну все. Вот она, улица Вастрянская. А почему прямо? Это Вастрянская улица. Мы покажем, где здесь щебень вообще стоит. Здесь щебень вообще. Да, стоянь дорога. Вы понимаете, что делают? По документам пишут, что здесь щебень. А по факту здесь грунтовая дорога. Вот как можно? Да нет, ну грунтовая. Объектная грешка может. Это не грунтовая грешка. Пойдемте. 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 А у вас вот тут тоже должны быть участки? Да, там есть два участка. Да, да, да. Просто они сейчас не... Ну, одни вот они там забили. Они вот так вот. А вы там уже проходили. Это же город. Это же Вастрянская деревня. Деревня Вастрянская. От этого, вот, часовня. Да. А вот это город. Это город. Это все улицы города. Это все освещенное. Здесь прекрасный прожектора. А у нас нету. У нас вообще дороги нет в доме. Это отрады, что вы путаете? По-большому фото. Да я утрирую. Здесь нет ничего. Это считается режимом. Режим, да. От его же выношения с пинцом, да, зонка, заза. Да и то там света уже давно нет. А это должны не сами следить. Посмотрите, что там творится. А здесь водосток. А это собственник? Вода и сливается. И что? Это она? Вот подъезд. Герена Грицкой. Это, извините, там... Выражается. Блин, я что-то устала. А где ваш участок? Где ваш участок? На улице. На Вастрянск. Пойдемте, пройдемте. Пойдемте на Вастрянск по-Вастрянскому. Пойдемте. На неделю сюда не зайдем. А потому что... Вот у меня сестра моя. Многодетная на Вастрянске. Участок 2 на той стороне. И вообще не пробрались. А вы вообще должны объединяться между многодетными. А вы пришли многодетными. Вот сейчас я кого-то собрала. Нет, почему вас не слышно-то? Вот мы, например, уже давно, как говорится, обращаемся. Я первый раз слышу, что... А мы сами не знали, что учат мне только сестра вот недавно вот прям только вот добавила. Мы даже сами... Ну, вообще, понимаете, вам невозможно пользоваться участником. Это уже нарушение. Неважно, как многодетно, вы не можете пользоваться участником. Я в том году, когда ездила в администрацию, я вот казахстан, я отбивала пороги. Меня только вот по всем телефонам меня послали. Говорят, сейчас дорогу на кадастр поставим. Сейчас на кадастре я говорю, на Вастрянск, как бы она есть. Мы вам, честно, можем сказать, в следующем году будут отделаны. У вас вообще сильная позиция. Ну, это да, я согласна. Это мы, Пен? Да. Что они там встали-то? Да. Через Пожел. А, мы по лево, там, про дорожку есть. Это бесполезно. Надо это выбирать. Нет, нет, нет. Иди его побесторожью. С Вастрянской, там многодетный. Пойдемте там. Там в Валяске многодетный. Пойдемте. Пойдемте. Зачем поворачиваются? Пойдемте. Вот она, улица Вастрянская. Нет, ну здесь дело в том, что невозможно пользоваться участками. Дороги нету, значит, все, доступ закрыт. Вот мы должны летать. Да не знаю. Так, ну сыщие даже поход, наверное, скорее всего, по дорогам будет. Да я думаю, еще нас записаться надо по дорогам. Вообще многодетные семьи, у вас такие карты, блин, козыри в руках. А потому что соседи ходили. Почему вы, например, по правам ребенка, не мам, можете обратиться? Куда? По правам ребенка. А, ну, понимаете, мы же не полностью, как бы, мы что-то хотим сделать, а полностью свои права, к примеру. Я вот, я понимаю, что вот многодетные семьи, да, это, ну, такой козырь хороший. Да. А, я как бы вот что-то делаю, вот они должны... Они должны... Ходил, ходил, меня вот так подбракивали, и дальше не знаю, что делать. Да. Вы не верите, везде пинают. Да. И посылают. Да. Чтобы внизу зачесалось, надо сверху треснуть. Ну. А вы по низам прошли и успокоились. Надо бы... Мы не успокоились. У вас Государственная Дума вся за вас, обращайтесь, 4 фракции, сейчас выборы идут, обращайтесь. Почему не обращайтесь? По электрону, по электрону, по электрону, можно. Недавно какие-то предварительные выборы были, приходил у нас депутат, в течение недели мы сделали, где я вот живу, на протокаре. Ага, кто такой? Кто такой? Записали видео? Ничего не делаю. Что он говорил? А, сейчас все сделаем. А, это на словах? А вы хотя бы вот фиксировали бы на видео. Вот сейчас бы в интернете, в группе выставили. Вот такие у нас депутаты работают, которые языком чешут. Понимаете, надо все... Я вам говорю, у вас козыри. Это мы как-то... Он где-то здесь живет? Вон, нет, вот здесь его. Вот это, слушайте, вот здесь вот я хотела площадку детских, ну, как красиво. Здесь, я боюсь, что нельзя. А, смотри, как... Ну, можно... Режимные зоны, 6 метров от стен. Да. Что и вот это вот... Нет, мы хотели вот единственное, вот в этом листочке, но там говорят, вроде как, эти... Деревья... Высокие деревья, я боюсь, что там не разрешат. Я разрешат? И такую... Если спиливать такую красоту, вот честно... Да не будут. Вот мой участок. Ага. Я сюда купила этот участок, просто я была... Не-не, не будут, нет. Вот эти вот эти сосны, ну, просто спиливать, мне кажется, это вообще. Не-не, мы даже не рассматриваем... Мы даже не рассматриваем такой... Мы даже не рассматриваем такой вариант, что что-то должно спилить. Здесь... Где поле? Да, потому что мне кажется, что сосны очень большие, если им упадут, они... Ну, скажите, нельзя, мне так кажется. А зачем вы ее пилилили? Не, пилить не надо, зачем? Зачем пилилили? Мне даже ставить про это самое... А вы найдите... В Воронеже... В Воронеже... В Воронеже... Ну, вот так вы поставите... Эти сахеровые... Сейчас я посмотрю. Вот она здесь пойдет. Вот она... Вот здесь площадка. Вот здесь площадка прекрасная выйдет. Всем дороги, понимаете? Дороги, дороги. Мы сейчас должны это... У меня сейчас по площадкам... Ну, люди же не знают. Мы же говорим, что у нас площадка не есть. Мама! Ну, они как-то очень грубо разговаривают, потому что там про мозги говорят. А, да? А это кто говорит? Мозгов не хватает, ну, вот женщины. Да, я сказала. Мне кажется, надо... Тихо, 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 тихо. Ах, ладно, мне кажется. Нет, так нельзя говорить вообще. Вот мозги у нас у всех есть. Будьте деликатны. Будьте деликатны. Ну, все, в принципе. Вот, смотрите, как детям ходить по этой дороге в школу. Вы, наверное, не с самого начала были здесь. Мы когда пошли вместе, я задавала им вопросы. Я им говорила, о, как люди... Люди и дети. Да, дети, дети. Все уже говорили. Люди, ладно, взрослые. Вы просто не с самого начала были. Я сейчас его сделаю, видео, и вы увидите. Дети. Так, уйдите от дороги, пожалуйста. От дороги отойдите. Отойдите. Летают. 46. 46. 16. Так. Это мне записано. Потому что мы сейчас будем готовить. Вы можете обратиться в земельный комитет, они вам ответы скажут. А в земельный обвязать. 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 Здесь мы выяснили. Ну, факт то, что на Яндексе это есть. А ездить-то не можем мы. Ну, вот я вам говорю, то есть они сегодня это выдать должны вверх документов. На Гатетная Семья. Вот принятое имущество в муниципальной собственности. После этого, как дороги перейдут. То, что вы сейчас говорите, извиняюсь, это было уже, администрация сказана, что в прошлом году на баланс поставили уже на баланс. Я говорю, я сюда приезжал, поэтому я и говорю, что я сейчас... Ну, вы приезжали, наверное, два года назад. Нет. В начале года мы были здесь по зиме еще. По зиме? Да. Вот там дальше кто-то обращался. Девушка, многодетная семья. Да, да, да. Да, вот мы к ней еще приезжали. Мы все-таки оснащили. Поэтому вот этот участок сегодня, он как и нашему конкурсу. А у вас, вы не знаете, дорогу туда можно хоть сделать? Проехать туда? Отсыпать обязаны. Не то, что туда проехать, вообще нет дороги. Отсыпать хотя бы щепленку. Они должны сейчас разбивку сделать. То есть, когда вот делается разбивка, начинается с катастрофа паспорта, дороги, технического паспорта. То есть, там стоят координаты, как должна быть. Потому что, почему иногда еще идет, вот нет физической разбивки для жилых домов, застройки. Понимаете ориентир между домами, где дорога проходит? Вот это у нас. Да, потому что вот очень часто бывает. А как они должны пользоваться? Одно, но другое наезжают. Не, а как они должны пользоваться? Строитель, техника должна проезжать. Для того, чтобы строиться, вот ту дорогу, которую мы здесь вот делаем, вот эту щебеночную дорогу, которую сделали, по ней техника тяжелая. Извините, не пройдет. Она пройдет, но после этого от нее ничего не останется. Ну, а как доехать до участка-то? Еще раз говорю, как? Вот по змеи мы ездили, да? Зима, лето. А после этого только строится какое-то... Ограничение, пользование? Ну, с чужим, сейчас нам говорили, год назад уже участки. Вы поймите, вот ту, какие сегодня везут стройматериалы по весам машины, она не предназначена по щебеночным дорогам. Да, она вообще ни под чего не предназначена. Ну, вы понимаете, что они сейчас три раза проедут, но это там закончилось. У нас стоит дом, и я не могу проехать. Сейчас придут все хозяева и скажут, что вы тут ездите. Не, ну, у нас так и было. Дорога мы ездили, ездили. Пришел человек, поставил забор. Все, мы можем опять проехать. Мы опять по новой накатывали, свои машины. Почему, понимаете, почему так остро стоит вопрос? Все дело в том, что существует несчастный случай. Пожалуйста. Скорая помощь. Я не хочу, тишите, дайте договориться. Вот скорая помощь приехала, а подъехать не может. Человек скончался. На кого будут писать? На вас, что вы не сделали дорогу, и из-за вас человек умер. А вы будете писать. Сколько денег дают? Вот я хочу сегодня купить себе Мерседес, а у меня только Запорожье. Вы немножко не то говорите. Нет, то я говорю. Мы дотационный район, еще раз. Мы дотационный район. А давайте у нас тоже денег не будет, и мы тоже не будем платить. На вас не будем платить. Давайте бомбите вышестоящие над вами руководства, требуйте деньги. Значит, мы пишем. Пишите плохо, пишите. 11 лет вот я живу, и вы видели. В том году нам давали, получается, где-то в пределах до 80 миллионов. А давайте вместе писать. Если так не пропускается. Да, да. А мы для этого к вам почему приходим. Нет, вы нам отдайте ответ, что нам федералы не выделяют денег. И мы, соответственно, сей душой напишем в вашей поддержке. Письма на виде, скажите нам, пришлите и все. Значит, вы открываете сайт Добродел, где-то. Не надо Добродел. Знаем, как это работает. Что смешно? Вы действительно скажите, что в деле не голосовали. Это что, государственный ресурс? Государственный. Ничего, неправильно. Нет. Добродел это частная конторка. Нигде не... А что вы говорите? Мы уже интересовались. Докажите тогда. Ну, сейчас я принесу. Представляете, она принесла нам бумагу, что Добродел частная организация. Что вы делаете будете? Ничего не будем делать. Мы напишем в министерстве. У нас есть федеральная законодательная конституция. Это главная гарантия наших прав. Все. Не надо нам эту лотерею, блин. Мы ее придумали. Нам она неинтересна. Мы не должны вот этим пользоваться. Вы можете нам отдать ответ, что на эту дорогу не выделили федералы денег? Вот прям как? Сейчас нет. Сейчас нет. Через недельку. Мы составим сейчас протокол. Конечно. После того, как это все прошло, мы сейчас будем создавать протокол. Кто задавал какие вопросы, какие ответы, что вы нам говорили, что мы вам говорили. Мы заинфиксировали. Со всем этим, мы придем к вам, чтобы вы нам его подписали. После того, как вы нам его подпишите, мы напишем заявление, чтобы вы нам дали официальный ответ. Вы бы кто вам не подпишет. Подпишет. Чтобы вы нам дали официальный ответ о том, что у вас нету средств на строительство этих... Ничего не надо. У нас федералы не выделили. Только нету средств, вам их не дали. По-моему, здесь ничего страшного нет. А уже вот дальше, это уже не вопрос. С вас снимается любая ответственность. Вы говорите, нет, нам не дают. Все. Не возражаете. Это самое главное. Значит, мы приходим к вам подписываем, пишем здесь страничную бумагу, вы даете нам ответ о том, что мы не видели деньги, и дальше мы начинаем вопрос решать по выделению денежных средств. Там все вывезет. Многострадальная регистрация. Ну а что делать-то? Мы должны выходить из положения, правильно? У вас денег нету, а мы-то откуда-то должны взять их. Ну тогда вы официально даете нам документы о том, что у вас нету денег. А мы вам официально уже сколько раз писали, что нету. Хорошо. А почему? Я не знаю. Они не знают. Нет, дело в том, что вы, наверное... А у вас добродела, наверное, нет. Зачем вам добродел нужен? Он купленный весь этот... Да не надо так. Я не шучу, это уже... Там такие левые выходят эти. Это добродел... Потому что он сам себя дискредитировал. Мы туда точно так же заходим, как и вы. То есть мы не являемся администраторами этого сайта. Они нас блокируют. Мы только читаем. Понимаете, мы один раз пожаловали, все, следующая жалоба блокируют. Они сами себя дискредитировали, выставляя левые ответы, снимая проблемы. Так что туда обращаться, в принципе, жители. Вы знаете, с такой репутацией очень ненужный ресурс. Это я вам от чистого сердца говорю. Знаю все вот прям подноготное. Где он находится? По всему тому, что вы прошли, вообще-то ваше ответственность вы натворили. И если еще вы действительно сделаете то, что вы говорите, подписчите, дадите определенные ответы... А если еще сделаете, а если еще сделаете... Может быть, дело сдвинется с мертвой точки, надеемся, хотя бы через год можно, не все. Чтобы не получилось так, что мы с вами здесь пришли, поговорили, а когда принесем вам протокол, подписывайте, скажете, о, это не пойдет, это не пойдет, это не пойдет. Мы напишем только все. Я прочитаю. Ну, естественно. Вы подпишите, если вас устроит, а вы можете замечание сделать на протокол. Все как положено. Вот это будет... Вот это будет... Вот это будет протокол нашей встречи здесь. Все. Вот это... То есть мы ждем официального ответа. А вот это вот территория, это чье-то? Не знаю. Это надо делать? Все, здесь вот все поле-то. Вот это вот тоже, дайте. Вот тут все. А вот чуть-чуть дальше пройдите, там висит. Поэтому мы не знаем телефона, продается, мы не знаем, какой, вот как нужно, как она здесь вот пишет. Представляете, если вы не знаете. А мы-то откуда-то можем. Давайте разумируем. Мы находимся на улице Вастрянская, здесь по документам щебенка. Вот видите, какая щебенка, здесь никогда ее не было. Здесь по... Здесь одна Вастрянская. Вот как это понимать, почему нам так отвечают, непонятно. Вот как... Все. Все. Будем запрашивать документы. Все, давайте. Спасибо вам. Я вдруг захочу сам отсыпать какое-то участок, меня это не наказано. А почему у нас одного жителя наказали? Меня не накажут, если я сам отсыпаю. Нет, я знаю. А вот у нас с той стороны Барышевская даже женщина в суде работает. Ее на тысячу. А кто наказал? Администрация, да. Нет, администрация или администрация? Я вам не могу сейчас точно сказать, но... Я просто расскажу, что администрация может сказать, а администрация не может. А вот на поле, вы же ко мне придете, и мне что-то не штрафовать? Я думаю, что нет. Вот был прецедент у нас на улице Барышевской. Ну, вы узнаете. Да, я подошню. Это вообще жесть, конечно. Человек не мог добраться до дома, насыпал, а его еще оштрафовали. Своими средствами, своими силами. Ну, как у нас штрафуют? Не знаю, но был... Арбументируй, или чем? У нас разрешение, или чем? А, ну, смотри, на какое разрешение, если я вот так и не стою. Да. Они приехали, нам это было сходить. Уже чуть-чуть перегнули. Ну, в прошлом году по центральным каналам репортаж гуляли. Не один раз, а просто... Так что есть прецеденты. ...что администрация не мог, потому что он в голову доехать, а постоянно дорога разбудовала. Он просто доски... Его оштрафовали. Так вот у нас... Не без комментариев, не могу. Ну все, ладно, спасибо большое. Я на канал. Я на канал. Я на консульте. Все мы с вами...